В Чиртаново, в Москве, в парке имени 30-летия Победы, имеется военная техника. По предположению моего подписчика, эта техника представлена как музейный экспонат, но на самом деле она таковым не является и находится в боевой готовности. Обратите внимание на гусеницы. Когда этот танк пригоняли сюда, гусеницы в любом случае использовались. Пусть даже его доставили здесь на какой-то платформе, с которой он съехал. То есть краска здесь должна была быть повреждена. Посмотрите, здесь все выкрашено черной краской. То есть этот танк тщательно замаскирован под музейный экспонат, чтобы никто не догадался, что он недавно использовался, перегонялся хотя. Следующее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, это ствол. Ствол, как вы знаете, у танков, которые находятся в боевой готовности, ствол закрыт брезентом. Но у этого танка ствол ржавый и не закрыт брезентом. И он очень впечатляет посетителей парка. Но на самом деле ствол лишь для отвода глаз. Его никто не собирается использовать. Если мы посмотрим чуть левее ствола, то мы увидим настоящее оружие. И это крупнокалиберный пулемет, который пробивает любой легковой автомобиль, как консервную банку. Даже если здесь сейчас находится муляж, а у меня есть подозрение, что это не муляж, то муляж за две минуты меняется на настоящий пулемет в случае необходимости. То есть вот такая боевая машина, которая тщательно замаскирована под музейный экспонат, находится в густонаселенном районе Москвы в мирное время. И она, скорее всего, готова к применению, например, на акции гражданского процесса. У этого танка даже есть антенна. Причем только что, вот я ждала, не делала съемку, потому что здесь было очень много детей. Очень много детей, они залезают на этот танк, и они дергают эту антенну со страшной силой в разные стороны. Ей ничего не делается. То есть эта боевая машина абсолютно неубиваемая. Собянин просто не знает, что не все дураки, не все дебилы. Есть наблюдательные граждане, которые заметили, что вот эта боевая машина, скорее всего, готовая к применению, может быть просто за две минуты выгнана на улицу, например, для подавления акций гражданского протеста. Продолжение следует...